МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Исполины были повсюду, при этом высота многих изваяний достигала 20 метров. Сначала голландцы сочли каменных истуканов некими мифическими стражами острова, то есть своеобразными колдовскими талисманами обитателей этой странной земли, расположившейся в самой середине Тихого океана. И такая версия очень долго принималась исследователями за основное. Но потом ее стали подвергать сомнениям. Действительно, затерянный в океане остров не ведал внешних врагов. Что же тогда могли значить эти каменные истуканы? Голландские моряки были в шоке и терялись в догадках. А потом они с тревогой стали наблюдать, как аборигены разожгли костры перед таинственными исполинами и начали усердно молиться. Сидя на пятках и преклонив головы, туземцы ритмично поднимали и опускали руки. При этом все время оглядывались на незваных гостей. Голландцам стало не по себе. Даже бесстрашный адмирал Роговен ощутил мелкую дрожь в теле, и с его лба палился холодный пот. И тогда командующий эскадрой приказал поднять паруса и немедленно отойти от берега. От греха подальше, как сказал адмирал. На острове голландцы провели всего один день. Долго еще потом моряки гадали относительно разных странностей, замеченных на берегу. Почему-то аборигены имели отличные друг от друга расовые признаки. Среди них были черные, желтые, красные и даже бледнолицые люди. А еще их тела были разрисованы татуировками всевозможных птиц и зверей. Это было тоже удивительно, поскольку из всей живности на острове, которую удалось заметить голландским морякам, водились только крысы и мелкие ящерицы. То есть аборигены показались первооткрывателям острова не менее таинственными, чем сами каменные исполины. Прошло ровно полвека после открытия острова Пасхи голландским адмиралом Роговеном, и аборигены начали потихоньку забывать о визите и последующем паническом бегстве чужаков. И вдруг на горизонте вновь появились корабли. Это была экспедиция знаменитого английского мореплавателя Джеймса Кука. Кук сошел на берег с явной опаской, но решил все-таки здесь задержаться. В отличие от адмирала Роговена, каменные исполины не гнали англичанина прочь, а наоборот манили к себе. Долго Джеймс Кук переводил взгляд со стуканов на туземца. Неужели эти примитивные люди могли создать такие шедевры? Участник экспедиции Кука, путешественник Георг Форстер, чуть позже в своем дневнике написал, обитатели острова не имеют никаких инструментов и самых примитивных навыков ремесла. У них нет даже крова и необходимой одежды. И единственное, в чем они преуспели, так это в плотских утехах. Английские исследователи не могли поверить, что эти доходяги, погрязшие в разврате, голоде и нужде, могли даже помыслить о сооружении таких колоссов. Но ведь кто-то-то их изваял и каким-то таинственным образом выставил на берегу. Возникла версия, что полугулые, вечно молящиеся истуканам туземцы, это просто ширма. Но там, в глубине острова, скрывается кто-то другой. Но кто? Чуть позже оказалось, что происхождение острова тоже загадка. По одной из версий, он является частью палеоматерика Гондвана или Лемурия, поглощенных морской пучиной несколько сотен миллионов лет назад. Но когда континент ушел на дно, то самая его высокая вершина осталась на поверхности и стала островом в Тихом океане. Сам же остров оказался убежищем-остатком древней и всесильной империи Мо. По другой версии, остров Пасхи – это остаток знаменитой Атлантиды. И в глубине его до сих пор обитают немногие из оставшихся в живых атлантов. Они прячутся от современной цивилизации. А чтобы до них не добрались, то выставляют на берегу диких туземцев для прикрытия. Однако современные исследователи считают эти версии несостоятельными. Тут есть одна интересная вещь, на которую не сразу обратили внимание исследователи. Некоторая часть каменных изваяний, которые стоят на берегу, смотрят вовсе не в сторону моря. Их головы повернуты на 180 градусов с таким прицелом, чтобы условный взгляд из туканов был сосредоточен на суше, а точнее на горе, которая возвышается в глубине острова. И, по всей видимости, это было сделано с определенным умыслом. Значит, на этой горе или внутри ее что-то было. А может, и сейчас есть. Про письменность обитателей острова Пасхи впервые узнали испанцы, когда высадились там в 1770 году. Моряки долго выпытывали у аборигенов, чей остров. Выяснилось, что ни чей, то есть не принадлежащий ни одной крупной морской державе. Это непорядок, сделали вывод капитана кораблей и тут же решили присоединить затерянный в Тихом океане клочок земли к владениям испанской короны. Каково было удивление мореплавателей, когда вождь местного племени взял перо и поставил причудливый знак под текстом акта присоединения острова. Похожие иероглифы оказались и на телах аборигенов в виде татуировок, и на прибрежных скалах. Из этого следовал только один вывод. Туземцы владели письменностью. Действительно, если экспедиция Кука углядела в обитателях Пасхи настоящих дикарей, испанцы нашли аборигенов людьми вполне образованными. Французский миссионер Ижен Айро, который в 1864 году отправился проповедовать на Пасху, обнаружил, что в каждом доме островитен находились таблички, исписанные иероглифами, напоминающие причудливых животных. Француз был шокирован. Это была самая настоящая письменность. А это уже неоспоримое свидетельство существования на острове какой-то таинственной цивилизации. Однако через некоторое время все дощечки странным образом исчезли. Кто-то явно пытался уничтожить признаки того, что на Пасхе есть что-то еще, или кто-то еще, кроме туземцев. Сами же туземцы на все вопросы чужаков отвечали уклончиво и загадочно. Они рассказывали, что статуи, которые именуются Муаи, обладают священной силой и обращены лицом к той части света, над которой имеют власть и за которую несут ответственность. Именно поэтому остров и назвали пуп земли. А на вопрос, как статуи оказались на берегу, отвечали так. Сами пришли. Но как истуканы могли, образно говоря, прийти сами, если у них даже нет ног? Здесь явно было что-то не так. Это во-первых. А во-вторых, чей облик пытались запечатлеть в истуканах древние скульпторы? Впоследствии археологи обнаружили и так называемые ноги. Они раскопали основание одной из скульптур и убедились, что более значительная часть туловища покоится под землей. И тогда коренные жители вновь стали утверждать, что Муаи шли к берегу моря сами. Но как? Поскольку никакого разумного объяснения такому заявлению не было, туземцам никто не хотел верить. И тогда исследователи сами начали искать ответ. Было уже понятно, что истуканов высекали из камня в глубине острова. Но как же все-таки этих исполинов весом до полусотни тонн доставляли на берег? И каким образом мастера водружали на голову многотонные каменные шапки? Ортодоксальный ученый Мир ничего не хотел слышать о каких-то мистических версиях. Поэтому ученые стали пытаться найти разгадку, исходя из обычных законов физики и механики. То есть исследователь собрал аборигенов и уговорил их вспомнить занятия предков и изготовить статую. Те очень старались. Многие стерли ладони в кровь, но за несколько дней высекли из туфы истукана весьма похожего на древнего. А потом продемонстрировали способ его вертикальной транспортировки. Статую раскачивали веревками, попеременно продвигая вперед ее правое и левое плечо. Однако туземцы экспериментировали с малышами, то есть с уменьшенными копиями истуканов. Как оказалось, такой способ транспортировки абсолютно не годился для многометровых колоссов массой по 50 тонн и более. Действительно, каменных извоений на острове почти тысячи штук. При этом подъемных кранов у древних жителей Пасхи не было точно. Если бы удалось сохранить те самые таблички с иероглифами и расшифровать их, то, возможно, завеса тайны над этими истуканами приподнялась. Но последний шанс разгадать загадку был упущен. Поэтому приходится гадать и даже высказывать самые немыслимые предположения. Например, что истуканов заставляли ходить жрецы. Эти жрецы постоянно посещали священную гору, ту самую, на которую смотрят некоторые каменные исполины и общались там с какими-то другими обитателями острова. Потом возвращались и демонстрировали фантастические способности управления гравитацией. То есть с помощью техномагических приемов заставляли истуканов зависать в воздухе и самостоятельно перемещаться к месту установки. А аборигенам все это казалось волшебством. Они были абсолютно уверены в том, что статуи шагали сами. Исследователи предполагают, что это на самом деле была просто иллюзия, а не какая-то таинственная магия. Здесь надо вспомнить тот самый эксперимент с перемещением уменьшенной копии исполина, когда вертикально установленную статую раскачивали веревками и поочередно толкали вперед то левое, то правое плечо. На тех, кто наблюдал за работой, это производило такое впечатление, что статуя движется самостоятельно. Но однажды производство истуканов прекратилось. Причем внезапно. Исследователи в один голос утверждают, что их не покидает такое ощущение, будто таинственные скульпторы в один момент все бросили. В каменоломнях продолжают валяться заготовки статуй и древние орудия труда, а готовые муаи лежат вдоль трех древних дорог, по которым они с помощью магии шли к побережью. Скорее всего, на трудолюбивых жителей острова Пасхи обрушилась некая беда, которая привела их общину в упадок и довела людей до деградации. Все это похоже на некую кару, не спосланную свыше за грехи. Чем же могли породневить богов древние жители острова? Возможно, людоедством? Первооткрыватели острова были уверены, что местные жители – это потомки полинезийцев. Они всегда считались каннибалами. Когда полинезийцы прибыли на новое место, то встретились там с более древними обитателями Пасхи. Возможно, с теми, чьи облики они стали позже высекать из камня и расставлять по острову. Но потом что-то случилось. Возможно, война племен. Враждующие стороны начали уничтожать друг друга и поедать убиенно. И тогда более древние обитатели Пасхи обрушили на каннибалов свой гнев. Их лишили поддержки, обратили в первобытное состояние, оставив только возможность молиться на истукану. Но так ли это? Знаменитый норвежский исследователь Тор Хейердал попытался доказать, что обитатели Пасхи никакие не потомки полинезийцев. Остров был заселен инками. Тор Хейердал обратил внимание на физические совпадения между вытянутыми обликами статуй Пасхи с определенными народами Южной Америки. Версия с инками очень интересна. Прежде всего тем, что они являются потомками древней и высокоразвитой цивилизации. Но эта цивилизация не могла деградировать до такой степени, чтобы превратиться в дикарей-людоедов. То есть тайна острова Пасхи никак не хочет раскрываться. И, похоже, у этой тайны есть свои ревностные хранители. О них упоминали еще путешественники, посетившие остров с экспедицией Кука. Они заметили, что некоторые пасхальцы, скорее всего, жрецы, исчезали под землей, пользуясь потаенными ходами среди каменных грот. И ни за что не хотели пускать англичан в такие места. Об этом случае вспомнили уже в 1978 году, когда Жак и Вкусто, и еще семь ведущих американских океанологов, исследовали океанические впадины вблизи острова. Однажды Кусто поднялся с глубины в состоянии шока. Исследователь сообщил, что на дне угадываются очертания стен, напоминающие квартал огромного древнего и таинственного города. Через сутки в лагерь экспедиции пожаловали люди из службы госбезопасности Чили, которую тогда курировал диктатор Пиначев. Всех исследователей обязали подписать бумаги, запрещающие рассказывать о том, что водолазы увидели на дне возле острова. Более того, старший офицер приказал немедленно прекратить исследование и свернуть экспедицию. Что особенного могло быть в той впадине? Кусто долго не мог этого понять. Но было очевидно, что чилийская госбезопасность сильно испугалась. При этом никаких разъяснений экспедиция не получила. Были попытки более подробно изучить остров Пасхи и позже. Но они также жестко пресекались как местными властями, так и правительством Чили. Возможно, кто-то знает о некой тайне острова Пасхи. О тайне каменных истуканов и туземцах, проживающих там. Но тайна эта настолько важна, что ее хранители будут молчать вечно. Продолжение следует...